здорово и снова здорово извините здарова мобильные понять одного видео мне не хватило и я вернулся с новой порцией отборного материала смотри реально для вас делаю я это конечно же исключительно из чувства справедливости и искренней заинтересованности в теме мобильных игр и никак иначе и так сегодня у нас на столе 4 игры которые точно дай на ниш бесконечные я даже недавно мне натыкался какую такую опять рекламу причем там уже другая вселенная другой сюжет как и высеры из предыдущего ролика активно продвигались при помощи отвратительной кринжовой жестокой и просто странной рекламы я вас уверяю сегодняшняя подборка ничуть не хуже некоторых моментах даже лучше чем то что вы уже видели но меня зовут мордекай и мы сейчас с вами проверим это photoshop или реальная фото ответ это у нас принято ворс считать как вас постоянно ох честно я даже не знаю с чего начать представьте что все рекламные менеджеры трешовых игр устроили бы оргию после которой у них родился общий сын который каждый день употребляет запрещенные вещества на пару с алкоголем и смотрит видео ночь самыми странными фетишами на ю тубе вот этот человек делает рекламные ролики для hero вас и я нихрена не преувеличиваю на данный момент я считаю реклам барс он сказал да вот у нас что-то принято варс 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 у хроники хаоса самой трешовой разнообразной и вирусной рекламой из всех что я видел вот вам немного фрагментов из разных роликов на затравку так но пока классика вот вот такой я видел много кстати да где эта отсылка эта отсылка вы не поняли качок к ним и который я не видел творению снято какое-то колоссальное количество роликов и все они выделяются среди другой рекламы своей абсурдностью и нужно отдать маркетологам должное они действительно понимают как заинтересовать потребителя да видно сразу начнем пожалуй с одной довольно странной темы макрофилия шина такое это вид фетиша при котором человек хочет быть раздавленным съеденным или униженным существом либо человеком которое во много раз больше него самого чему я это сейчас сказал а к тому что 50 процентов рекламы по hero wars в интернете содержат именно это но теперь представьте в том самом аниме который я не видел но я думаю вы поняли о чем речь где большие такие ходят и огромные едят маленьких представьте вот в городе каком-нибудь куда они напали вот эти вот большие жил бы тип который наоборот об этом мечтал всю жизнь там в раз нападают эти сапаны и титаны и он такой тот самый день то ради чего я жил и я не особо по моему что ему была выбрана именно эта тематика среди всех людских фетишей ну ладно гением продвигавшим эту игру куда виднее страны смотрим а в чем прикол типа типа что она все просто увеличена да что это то же самое что вот здесь вот там только ну типа очень большой поэтому это прикольно или почему или что конкретно прикалывает в эту или именно или то что тебе больно или что гигантские женщины это круто тут не поспоришь но на одной такой теме далеко не уедешь нужно что-то еще угадал как гигантские там там они прям супер гигантские они не просто большие там типа 195 96 они прям десятиэтажный аэш какая тема является 2 по популярной ну-ка ну давай ты же знаю когда туалет изгонок не ну что-то мерзкое должно быть в этом во всем это же прям это же прям база таких реклам как мы выяснили в прошлый раз еще должен кто-то срать кто-то пердеть кто-то ссать ну то есть это это прям это вот это фундамент интересный способ вызвать джину еще одна причина почему я считаю hero wars худшей рекламы из худших это то как маркетологом по на то что происходит на экране они не сковывают себя вообще ничем вставляя различные мемасы бредятину пердеж санину все что угодно они не следуют какому-то лору игры правилам или нормам не вставили как циклоп пеликан плюет на персонажей потом как жена главного героя изменяет ему с конем чуть позже покажем как герой улетает в космос а лор и все вот весь контекст как бы ты должен сам додумать а что это пердежа великанши стало скучновато сняли пару роликов про зомби главное что и всем какой-то боксер был ваше реально рандом напихали вашу просто бросалась в глаза запоминалось и вызывало какие-то эмоции то есть чем тебя удивить как только ты подумал что увидел самую тупую рекламу в мире они тут же выкатывают тебе ролик сюжетом еще тупее но при всем этом есть одна вещь которая присутствует практически во всех рекламах не знаю как именно называется этот геймплейный элемент но мы назовем его сломанный калькулятор его суть в том что во всех роликах герой с кем-то сражается вам очень простой системе над ним и над противником есть цифры означающие силу данного персонажа и все что от героя требуется драться с противниками меньшего уровня чтобы увеличить свою мощь и убивать против насколько сложно вот такую анимацию делать это вообще сколько вот за ним это какие ресурсы нужны же вот эту анимацию сделать она сложная или она не сложная в реализации вот именно вот вот конкретно если взять это интересно и как уже большего уровня звучит довольно просто ну да или но это же реально загадки на уровне 3 класса смотри на циферки и тыкай туда где меньше но по всем канонам байкерской рекламы герой в конце должен пососать фэбру тыкнув на персонажа у которого циферки больше тем самым он показывает что он ретард и долбоеб а зрителю предлагается повторить данный челлендж мол ты то с таким сможешь справиться ты же не придурок возможно было еще время когда активно распространялись немного другие версии реклам этой игры в них вы должны были решать довольно несложные пазлы с какими-нибудь трубами и задвижками ну и как обычно в них игрок делал то они отражают игру саму вот чем вопрос потому что в прошлый раз прошлом выпуске в основном рекламы вообще никак не отражали саму игру здесь сама игра тоже вот так выглядит там реально нужно так делать какую-то тупо узнаем да я на проиграл знаю думаю я показал вам достаточно приколов и смешнявок давай смотреть что там за игра тогда да и чё на skyrim играю поехали опять города градостроительный симулятор ресурс там собирать это веселье под загрузкой никакого не пердежа не сранья не санья вообще ничем каждый раз идут почему после каждого действия под загрузка во что я играю грибочек бежит идет пять минут вот что я вам скажу во первых игра во многих местах действительно соответствует она такая же как в рекламе будет показанному в рекламе но по крайней мере то ее часть время показан геймплей но это стоп удовало опять это уже лучше чем то что в прошлый раз было они она хотя бы но не врет в начале прикормка для дебилов я уверен пока что это первый и последний раз когда я вижу этот геймплей до 1 и последний он ошибается вторых пока что это самая большая дрочильня на цифры из всего что я видел на телефоны прокачка в этой игре сделано с упором на то что ты будешь в ней сидеть годами но сначала о другом что она из себя представляет по сути это гача где ты выбиваешь тебе героев из сундуков или получаешь их по ходу прохождения я нашел нового героя основной геймплейсинг геншин да линия легенд геншин тоже такой же стоит из двух родителей там что же персонажи открываешь первый ты набираешь команду из своих героев и отправляешь их в бой против качай нажал болванчиков где от тебя требуется только нажимать на способности героев когда они накопят свой заряд но если ты молодежный геймплей вы и можно нажать на кнопку автор и тогда тебя вообще не просто смотришь как они дерутся такой ладно и чего не потребуется просто сиди и смотри а у меня есть кнопка авто то есть можно даже не нажимать этот самый режим является основной истории которая судя по википедии насчитывает 190 уровней второй игровой режим представляет из себя именно то что вы видели в рекламе башни с циферками да в это трудно поверить но они действительно добавили это в игру за что им маленький респект и как маленький нормальный респект на самом деле они по крайней мере дали то зачем ты пришел пока что дают пилма бой фуриел о май год мазфак сук хоть в одной игре лошарик который повелся на рекламу потому что я не очень понимаю логику от прошлых игр реально ну то есть они показывают одно ты пришел получил совсем другое почему почему ты должен остаться в этом хотя ты пришел вообще за другим непонятно я здесь ты пришел как бы по рекламе ну как бы сидят я заинтересовал там вот пердежная реклама ты пришел за пердежной игрой где нужно строить всякие башни или не знаю или отбивать что-то или еще что-то но она хотя бы похоже на то что было в рекламе так и ты получил как минимум что-то похожее не факт что дальше то же самое будет не факт что она в какой-то не поменяется в симулятор градостроительные ресурсики там вот это все собирать как прошлый раз циферки вот это все понимаешь да интерфейс космического корабля не факт что не не станет в начале хотя бы тебе дали то зачем ты пришел может действительно показать что он умнее чего в которые эту рекламу записывают кстати помните о тупых мини играх славой и водой за вам и они тут тоже и ну банду балдеж на балдеж а теперь чуть поподробнее о персонажах и в прокачке в игре доступно что-то около 50 героев и у каждого есть свои особенные навыки и каждого героя можно улучшать так аниме на закипу откуда это был откуда это был кадр аниме какое название год выпуска итак если вы захотите улучшить героя вы можете надевать на него по 6 различных шмоток качать его умение каждое по 120 раз 120 раз можно пришел топ навык можно улучшить 120 раз там чё на 00001 процент улучшается по ходу покупки это что такое вставлять в него артефакты символы и искры мощи а также повышать его ранг как только вы соберете полный саленчер но у нас слишком мало модификации нужно добавить еще каких-то улучшений зачем добавлять если можно просто умножить те что есть в 10 раз умножьте на 10 просто и ну как бы и все еще в чем ваша проблема зачем вам новую тебе делать ничего тебе деньги платят платят делай щей которая выпадает после повышения все это делать не просто можно а необходимо чтобы продвинуться по сюжету что а чего я сейчас сдох причем нужно качать ни одного перса а всех сразу иначе вас просто будут ваншотить противник но это все сделано чтобы что чтобы ты как бы тебя подводить к донатикам потому что за донатил все таки или просто потому чтобы ты больше времени проводил там или вообще и к тому к другому да он ваншотает всех ну что это за вы понимаете в какую кабалу вас затягивает игра вам придется проходить одни и те же уровни по нескольку раз чтобы фармить вещи и золото но делать это долго у вас не получится потому что угадали ползи что здесь есть энергия которая родится на каждый ваш бой так что быстро прокачаться и пробежать игру вам никто не даст одному богу известно сколько времени вам понадобится чтобы пройти хотя бы половину компании причем есть у меня такое ощущение что где-то на сороковых уровнях игра выкрутит свою сложность на максимум чтобы у игрока оставалось только два выхода либо гриндить по несколько дней на каждый уровень дана задонатить и облегчить себе задачу ну вот да как будто вы очень 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 так по подводит они к этому мощь команды скидка 9 но добрым везде скидка 90 процентов реклама везде повсюду ну да не ну понятно это вся суть таких игр по сути сто процентов осталось времени всего 24 вместо 2000 капец она стоила 2000 а за стоит 200 ну она и стоила 200 потому что это еще на не стоило они просто написали об этом но надо брать хочет такое себе вы конечно можете получить от игры удовольствие если вам нравится смотреть на увеличение циферок на ваших героев но это сомнительная награда за тысячи потраченных на фарм часов следующая игра а ну стоять мой дорогой чё это был мой друг я должен тебя предупредить далее пойдет довольно жестокий видеоматериал и если ты плохо переносишь на или над вымышленными животными то лучше сразу перематывай на геймплей поступим так я сейчас показываю вам ролик и потом скажу пару слов о том как это возможно на ютубе и что делают авторы этих видеороликов смешная анимация что ты не можешь воспринимать это серьезно я не могу эти рекламу воспринимать серьезно слишком смешно и они сделаны если вы сейчас удивились у меня для вас есть новости скоро я покажу вам материал еще хуже и так сразу но они заменили на дракона потому что он вымышленное существо видимо поэтому как бы это это им ок они это могут показывать но это конечно дичь что это пока представьте ну просто заменить сейчас дракона просто ребенка несмотря на смешную анимацию это все равно дико да даже дракончиком 5 это дико твичу на несколько возникших вопросов да это лежит на ютубе да на это нет возрастного ограничения и да все рекламные ролики будут строиться на насилии над дракон с другой стороне с другой стороны не показывают кровь и странно что ютубчик то не не реагирует ютубчик реагирует вообще на кровь на кровушку так-то в целом то вот поэтому я наверное здесь вообще сделаю как бы картинку другой ну сам увидишь какой я пока даже не знаю либо заблю или бычу но в любом случае странно странно но видимо дракончик позволяет ему походить систему онами если прочитать правила ютуба в отношении контента с насилием можно увидеть что постановочные видео с кровищей на ютубе вполне разрешены это что это все является да но ютуба система такая что он может на самом деле влепить тебе даже если это будет что-то постановочное анимации а также то что в кадре розовый дракон вполне служит отличным индикатором фейковости происходящего до чего легче не становится кто это придумал второй популярной темы и после на или являются роды и смерть матери драконихи причем извините за сказано но мать умирает дат час это даже анимация не сделала это не жестким это вот есть в прошлый раз анимация выглядела смешно брошение эффект еще добавили какие-то звуки сейчас это просто выглядела типа ты такой зачем это довольно комично как вы можете наблюдать люди которые трудились над рекламой dragon farm adventure решили вкинуть все пойнты в шок контент знаете рекламные ролики обычно стараются показать как можно больше фишек и особенностей чтобы завлечь потенциальных игроков даже если все показанное будет ложью главное чтобы охват был побольше но в случае с фермой драконов мы можем наблюдать лишь ультра нас что может значить только одно разрабы ищут людей что обожают причинять боль другим я не знаю кого не видимо разрабцы тем более сейчас вот из-за этого интереснее как же игра сама выглядит а бочки собирают что-то типа мобильного бойцовского клуба где при скачивании каждый игрок должен записать на видео выполнять он пить драконом не задание от талера жирдина задание на сегодня тебе нужно найти и убить маленького розового дракона ой а те что обосрался или это конечно круто и все такое но рекламщики не удержались и все-таки добавили еще один довольно популярный элемент в некоторые свои видеоролики али попробуйте угадать исходя из вашего опыта что это может быть же угоднете может быть туалет и опять какая-то говно и классика какой-то ковбой появился а босса на так он еще я босс и обосран 1 воняет да а это месть а это месть было только что вот так тебе ковбой говнище сюда личности видеороликом по этой игре добавляет то что после каждой подобной сцены идет демонстрация миленькая геймплея этого такого магтеме у итогинская европе вот это мило градостроительный симулятор это походу градостроительный симулятор опять тайкун что за яйца свинюшка прикольно прыгнул они и мы должны выращивать драконов на своей ферме но под а типа вроде ну да так называется пока что нам только показывают как их мучить и убивать не беспокойтесь авторы этот момент успокойтесь это часть игры предупреждение драконов или множество роликов которых нам показывают быт местных фермеров вашему вниманию предоставляется видеоряд который я бы назвал один день из драконьей фермы дружба вы же она все одинаковые постоянных пердеж в общем да разработчики всеми силами пытаются вогнать вас в шок постоянно убивая и калеча драконов однако в моей коллекции есть все-таки один видос который показывает что драконы тоже могут быть говнарями это конечно не пытки и сбивания но все же в итоге что мы с вами знаем об этой игре это должен быть какой-то симулятор веселые фермы где мы выращиваем и забиваем драконов 12 лет рабство драконов умом вот так эта игра должна называться тот если вот и рекламу посмотрел это как будто бы экранизация фильма 12 лет рабство только в мире драконов окей вот вам один из самых жестоких роликов что я видел по этой игре на дорожку и мы переходим геймплейной секции видео жестко что не добавляет туда кровь вот это вот стра потому что обычно в такие рекламы и ибо мне добавляют и но не веселые вроде игры нормально сейчас свинюшка прыгнет я хотел посмотреть как свинюшка прыгает вот так вот сальто ура у меня есть лиственный но игра вообще мило выглядит окон 3 сима ранга теперь меня зауважают в школу на заключение знаешь что типа эти люди такие разработчики сделали такие давайте сделаем игру про дракошек там нужно в городе их выращивать и хоть и нужно как-то там строить что ты чтобы они жили семьи всякие плодились там мама папа можно еще одну семью создать им работ какой дополнительно эти будет очень классно и здорово и тип такой сидит так и как вы собираетесь это продвигать на нахуй никому не сдались уже драконы всем по хуй на драконов блять и типа они просто берут тупо шаблон того что популярно сейчас в рекламе мобильных игр делают тоже самое хотят вообще никак не стыкуется с их игрой вообще никак не стыкуется игрой просто тупо чтобы типаж привлечь к ней внимание и людей потому что они про значит как будто люди которые смирились что игроки в мобильные игры к ну такие вот тут им бля какая реклама нравится их вот такая меня привлекает мы типа не понимаем почему мы не знаем что у них в головах творится нам мы не знаю не понимаем ну как бы да нам грустно от этого но мы смирились просто смирились смысле что чтобы привлечь людей к нашей игре нам нужно сделать вот такую именно и она и максимально рекламу сделаем рекламу ничего страшного игра у нас зато вот как вот такая логика они смирились с этим и просто ну потому что моя игра вообще ну вот вот что это милейшая милейшая игра внешне по крайней мере доброе на эту игру или смотришь такой плит них у все добрые игра здесь нельзя бить дракона по лицу 0 из 10 вообще меня удивляет как у нас только агрессивные рекламы может быть такая беззубая игра они вообще не выглядит как как я не знаю двухлетним можно давать играть сначала немного о сюжете да это снова игра в которой мы должны медленно выполняя квесты продвигаться по сюжету что мне чтобы калитут драконы даже не пердят в этой вселенной есть энергии потратить в жизни игра полностью на английском поэтому возможно я что-то где-то не так понял или перевел на что мне совершенно плевать просто держу вас честно а в о май а драгон джо бляди не успеваю прочитать вы чё суки it's so cute но фиг лайка и белк ричурс айсо и нам и свой было бы забавно если бы она сказала ничего о так мило ничего такого ничего подобного что я видел в рекламах не в in movies что переводено как а такой миленький ничего злобного неких злобных созданий как показывают в фильмах и было бы забавно если бы они такие чисто сыронизировали над своей же рекламы написали не фильмах а в рекламах о как это мило ничего такого злобного как показывают в рекламах замес такой у нас в очередной раз хоро жила бабушка оставив нам в наследство какой-то call который нужно ходить и чинить богом клянусь я видел такую завязку уже раз 20 видимо очень так аватара не спойлерим не мы аватара смотрим на босте и пока на первом сезоне этот кадр мне незнакомый мы еще не дошли до этого жизненная тема в этот раз нам достался целый мать его остров с драконами который задымили типа и мы должны построить здесь крутой драконий парк с блоги бабка оставила конечно джеком и фурями однако так как всем на остров было по боку он зарос всякой растительностью и мусором а древний дракон который я так понимаю был тут главным вообще исчез после чего все остальные драконы тоже кринжанули и чуть не померли ну короче вы поняли нам как всегда не должно быть на это насрать и мы как всегда в одиночку должны все исправлять теперь о геймплее помните как я говорил что нам нужно будет выполнять всякие квесты выполняя квесты продвигаться по сюжету ну так вот любое действие в этой игре забирает у вас энергию привет лилисгарден и project makeover убрать куст трать энергию раскопать камень трать энергию открыть калитку трать энергию и так далее или деньги лучше делал то лучше деньги трать не надо энергию побеги энергии такие не конечно но здешняя система немного отличается от того что мы уже видели если мне интересно было бы увидеть статистику аудитории вот таких игр то есть какой-то возраст что это за люди такая но есть целевая аудитория у таких игр кто кто конкретно у них прям основная целевая аудитория подобных по всем параметрам изведениях мы постоянно играли в мини игры чтобы продвинуть сюжет здесь мы должны фармить ресурсы и продавать их чтобы пополнить энергию либо ждать пока она накопится сама ну либо выполняя крест был продвигаться пусть это было ты чё ты чё сбрасываешься мы это уже видели ну либо вы понимаете плати бабосы ухты следы да давай короче пойдем со следами и так забавно выглядел видеть этого типа ковбоя в этой игре учитывая чем там вытворял в рекламе они как будто бы в игре такие добрые а реклама показывает реальную жизнь какие они там вне игры какой subscription и так драконы для чего они здесь нужны они являются местными рабами которые нон-стоп добывают для вас ресурсы ухаживать за ними особо не нужно только изредка кормить их едой чтобы не померли ну и как в покемонах тут есть разные типы подтипы и эволюции драконов какие-то добывают камень какие-то дерево воду кристаллы слизь листики и остальные необходимые для продвижения по сюжету ресурсы также тут есть одна мини игра но она нужна только для того чтобы дополнительно нафармить ресурсы и представляет собой именно то что и было показано в рекламе круто ну и что вот я могу сказать спустя часа игры в эту срань на самом деле ничего вот знаете до этого мне в других играх было скучно нудно весело или они меня в этой было такой ссылочка в описании всем рекомендую dragons farm это это лучшее что происходило с мобильным геймингом просто раздражали но после dragon farm мне стало просто хуй игра представляет из себя чуть усложненный симулятор фермы из браузерных игр года 2010-го я сейчас пытаюсь вспомнить хоть такое ощущение что даже через сто лет такие игры будут актуальны людям будет интересно в это играть почему-то у ты типа вообще они вне времени они просто немножко могут как-то трансформироваться в плане подачи вот реклама может поменяться да у них в остальном суть вообще не меняется интересное и мне на ум приходит только прыгающие яйцо из начала игры игру скачивать не советую идем дальше ты вообще никакие эти игры не советуют ну как советовать не советует на самом деле некоторым наверное нормально будет вот я тоже читал комментарии под прошлым роликом и в целом что некоторым людям как бы просто дальше типа голову так освежить ничем не занять просто вот побалдеть там метро едешь я не знаю по дороге домой или или из дома там по дороге в на работу просто тебе нужно тупо убить время и или или после работы пришел домой тоже тупо убить время чтобы не грузиться вообще никак вот просто включаешь вот так уму то есть у всех разный прикол есть некоторые могут смотреть тупые фильмы допустим с такой же целью тупые комедии или я не знаю просто гипер трэшовые фильмы тоже с такой же целью ты смотришь и такой типа то мозг разгружается и ты как бы не паришься за тем что происходит ты просто немножко немножко в режиме скажем так энерго сберега и сбережение происходит это все у тебя где ты такой на подзарядочке где-то просто такой поэтому наверное кому-то такое типа нормально не знаю кто-то же играет для них существует эти игры правильно существует и нет же такого что все кто это играет ну и мать они все тупые на хуй да нет нормальные люди тоже в это играет просто вот вот с такой вот целью это как сказать что есть трешовые фильмы все кто их смотрит как бы ебланы какие-то конченые вот такая себе логика хассель косы другое дело что конечно реклама у них мразотные максимальная и реклама у них нацелена на я так понимаю как раз таки детей вот слова целевой аудитории наверное хотя я не знаю на самом деле на детей ли потому что они там предполагают что донатить должен бесконечно в эту игру причем там именно бесконечно то есть тебя прям вот на крючок тогда и ты взамен ничего не получаешь по сути то же самое вот игра есть она не меняется геймплей на как-то супер там как-то кардинально нет она такая же остается ничего не меняется взамен ничего не получаешь но при этом предполагается что ты туда тупо вкладываешься 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 но как и все вот эти донатные игры вот какая там целевая аудитория если дети то они рекламу показывают туда получается детям не знаю насколько дети у них прямо такая аудитория платежеспособные скажем так короче мне интересно под кого вот вообще эти игры делаются кто-нибудь из тех кто смотрит сейчас этот ролик кто-нибудь из вас играет подобные если играет напишите почему зачем это вот то что о чем я говорил просто прийти расслабиться условно выключить мозги или может быть вам интересно в такое играть вот мне хочется просто понять мы здесь нет самое не не осудим скажем тогда поймем просто интересно выслушать позицию я могу допустим на примере фильмов сказать что да иногда ты можешь реально включить просто но вот ты понимаешь что это не кино ну вот у него оценка там ну просто ниже и некуда ну вот это вариант тупейший фильм но иногда у тебя просто есть настроение посмотреть тупейший фильм ну вот реально есть и ты ты не хочешь заморачиваться за сюжетом за игрой актеров тебе даже за ебаная игра актеров которые есть в этом фильме тупорылый сюжет наоборот они то на они тебе и нужны тебе вот это нужно тебе не нужен оскароносный фильм тебе нужно говно прямо здесь сейчас потому что у тебя настроение под ебаный трэш прям трэш 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 даже плохой трэш я не знаю даже не хороший я могу представить что такое возможно потому что но это как будто бы мне легче представить чем с игрой я просто мобильную игру вообще не играю поэтому не знаю как там как как это вот у меня нет у меня вы просто мобильные игры воспринимается всегда воспринимались кичу в прошлый раз говорил как что-то такое типа это вообще нужно я не знаю но вот не мобильный я геймер ребята извините вначале он не меня приветствовал кстати меня не приветствую меня вообще проигнорил что это что это посмотрев внимательно на рекламу хастл кастл и сравнив ее хирур я кое-что понял вот смотрите гигантские женщины есть опять тупые головоломки есть очень похожи как будто бы они вдохновлялись отсылки на мемы есть умер даже сломанный калькулятор есть практически в каждой рекламе но кое-что новенькое для этой игры все-таки добавили я предлагаю вам угадать что это может быть открывайте ваш третий глаз и шестое чувство из используйте весь накопленный опыт и всматривайтесь в варианты ответов и так новым приколом для рекламной кампании когда прям новый новый может быть говно в новые какую-то обертки к стал которым создатели роликов пользуются довольно часто является обстрел кончай драка с говном озеро санины или турбо пердеж более но тут все топовое тут прям все идет комбо всего комбо всего сразу это вопрос такой прям заковырочкой все сразу все комбо вот этого всех четырех вариантов да да потому что это не что-то новое если по отдельности брать а вот если все это замиксовать в принципе тоже не что-то новое но в одной прям сцене все сразу имя вышло правильным ответом является все сразу есть конча да да не удивляйтесь частенько вместо драк на мечах луках и копьях в рекламу вставляют славянский обстрел сметаной причем по логике он всегда должен быть направлен в сторону женских персонажей но иногда случаются казусы окей я не такого ожидал не такого я думал там будет комбо всего сразу а в одном выстрелит одним в другую выстрелить вторым в третью третьем и 4 так вот развернется и пустит тоже воздушную пушку воздушный обстрел выстрел воздушный ой ой а также хочу отметить одну конкретную рекламу которая с самого начала смогла меня удивить своим саунд дизайном вот чего-чего а мемного звука из тех самых анекдотов я не ожидаю рекламе игры про средневековье разработанный не в марцию с юморком подошли к рекламе с юморком подошли чёрт почему же не не кайфовать от своей работы от этой компании стоят на остановке 2 1 не бывает некрасивых надувных женщин 2 бывают кто-то значит это в середине месяца аванс получил конце месяца в начале следующего получил зарплату на карт вот как бы работая вот над этим понимаешь в общем и целом если брать так скажем лорную часть реклам по хастл кастл можно заметить что в большинстве случаев эксплуатируется тема пепса измен отношений и всего такого и даже в такой избитой теме рекламные мастера показали свою креативность так погоди нравится тут реакции она бусте их еще больше там и аниме и фнаф и сериалы и мультики в общем еще много эксклюзивного контента от восьмеркина а ссылочка конечно же внизу в описании самоинтеграция на этом все счастья радости удачи он довольненький это вы не поняли вы не поняли у него вот здесь вот стенка видишь душевая в эту душные на эту душевую стенку каждый раз георгий слева у нас георгий если что он когда ходит мыться он берет фоточку своей девушки прям прикрепляет к этой стенке и смотрит на нее и ну как бы чтоб просто было не скучно скажем так не скучно ему умыться по душам да вот и вот просто мы не поняли этого потому что нам не показали что на стенке висит фотка его девушки а так в остальном принципе рекламка к рекламу я себе не могу не упомянуть то что те кто писали сценарий для этих роликов определенно шарят за тренды и тут есть все популярные темы которые часто используются для реклам мобильного кала женщина убегает заброшенный дом и вам нужно его чинить да пожалуйста пародия на project makeover с женщиной покрытой грязью конечно определенно настоящий геймплей с определенно настоящими элементами управления на экране естественно не говоря уже про темы со сломанным калькулятором и головоломками которые никогда не проходятся до конца из-за какой-нибудь тупости уже во второй раз там показывают такие рекламные уловки интересно чем игра окажется на этот раз давайте смотреть ну давай наборный набор новичка нагибатор 9000 набор новичка нагибатор а еще назвали так нагибатор 18 тысячи невозможно не купить покупаю сначала как обычно немного про сюжет демоны атаковали украли принцессу иди и спаси сюжетом закончили теперь про геймплей вам снова предстоит смотреть на пока бои героями противника от чего зависит успех приятной анимации кстати говоря именно визуально она очень приятно выглядит боя точно не от ваших навыков все решает снаряжение и уровень персонажей которых вы выбрали слава богу здесь нет такой убогой и бесконечной прокачки как hero wars жмот выбивается из сундуков которые выдают за каждый пук в игре а уровень можно поднять если персонажа просто закинуть в комнату для тренировок и немного подождать но это еще не все помимо сражений разрабы добавили очень веселую оригинальную и забавную идею башни с циферками вот это здорово спасибо большое причем даже сами разработчики понимают насколько это тупо и однообразно а потому они добавили вас это теперь я знаю теперь я просветлен я знаю откуда этот мем я я не знал что ты долгое время откуда этот мем но недавно когда мы посмотрели каролину реактиком я узнал я понял я обрел смысл я реально я его такой это же мужик из мема было было такое кстати реакция еще на бусте лежит как и все собственно все что в ней youtube и скажем так присутствует но да да я реально для искупали сколько сколько лет сколько лет подряд я видел этого мужика в мемах и не знал откуда он пиздец возможность просто скипнуть уровень с вычислениями при этом все равно получая полную награду за его прохождение а что будет если я нажму пропустить а ничего выиграешь это что даже не это кнопочка победить обязательно это чё а чем же мы за ним это будет не вопрос братан не хочешь нет настроения да не вопрос забирай просто бери там и не жалко просто бери добрая игра такая супер friendly м си помимо всего вышеперечисленного представляю вашему вниманию душная баня с таймерами вид сбоку так как мы являемся владельцем замка нам нужно им управлять уж как-то игра про выживание ну как управлять в основном просто собирать ресурсы которые производят подданные где нам найти подданных их выдают за прохождение некоторых уровней а также есть возможность размножать уже тех что у вас имеются закидывая их в комнату для пройдите мне показалось или не показалось секундочку секундочку данных их выдают прохождение некоторых уровней а также есть возможность размножать уже тех что у вас имеются за кем подумал вместо главного героя этот нет фландерс из симпсонов по их комнату для производства детей интересно как вот это меня жилая комната работает если я погружу туда ксению и есению будет ли это работать и возможно вообще походу нет ай-яй-яй фобные разработчики как так-то базовый яй-яй-яй а если святослав захар так захар и святослав опля да не работают такие комнатчик не прогрессивный для того чтобы ваши болванчики эффективнее производили ресурсы их точно так же как и воинов можно отправлять на повышение уровня и надевать различные вещи которые увеличивают их работоспособность ну и типа все я только что рассказал практически 90 процентов геймплея игры по идешь по сюжету улучшаешь базу прокачиваешь подданных и ешкал последнее опционально играть вам как обычно особо но обязательно оба не нужно потому что ты уже скачала ты зашел в игру собрал ресурсы поставил что-то улучшаться и забыл про нее на пару дней во единственный плюс который я могу отметить у игры довольно прикольный визуал до анимации они она выглядит как знаешь как будто бы я смотрю мультик какой-то если честно такое ощущение что это мультик вот собственно собственный какой-то стилю этого мультика есть это персонажи из какого-то мультика и вот прям у меня я смотрю на вот это и у него прям очевидное складывается ощущение что это как будто бы вселенная какого-то мультика который существует и на основе этого мультика типа взяли персонажи все остальное его стилистику визуал и сделали игру потому что прикольно сделано вот те кто рисовали молодцы реально ты действительно видишь что твои болванчики чем-то там занимаются и бродят по замку ты и арены и все остальные плюс они живенькие такие все они анимированные так или иначе к цей выглядят добро дело что все одинаково вот так вот просто делают но все равно это все выглядит хорошо но это лично мое мнение ну а насчет игры в целом вы поняли ну да потраченного времени жаль троекратно переваренный колдая продолжаем муравьи приползают ночью о легенда в это выживалого ребята шикарный мужик просто уенна если честно канал если вы с ним не знакомы я уже много раз помню ну как много раз несколько раз я в каких-то видосах его упоминал потому что когда-то у меня была мыслишка когда я только нашел открыл для себя этот канал было бы слишком реактивным посмотреть но я не думаю что это кому-то будет интересно но это кайф это прям кайф главное выкупить что там происходит потому что если не выкупать будет очень странно человека впрыскивают свой вот этот вот кисленький яд они затем утаскивают человека в этот муравейник затаскивают человека под землю и дальше его просто разбирают на запчасти чтобы прокормить свою колонию основана реальных событиях здорово 37 games как поживает твой высер в google play еще живой жалко а чё это у тебя там такое за спиной ух ты это для меня спасибо не стоило ну правда не стоило и так у нас на столе реклама игры про муравьев и что такого даже в теории можно показать с этими насекомыми чтобы ваша реклама стала вирусной да все точно ладно я понял что ж это снова реклама про то как кто-то прокачивается побеждаем не знаю это нужно цензурить или нет противников с циферками над головой только в этом случае мы играем не за человека нет наверное а за муравьев пожалуй единственное от чего я не уснул пока искал материал для ролика это какое-то колоссальное количество мемных звуков на квадратный сантиметр рекламы я не думаю что вам будет интересно смотреть на очередные высеры с циферками махачем и неправильными выбором потому сразу перейдем к мемам и лорной составляю для начала давайте снова проверим ваши навыки в угадывании очень важных в жизни вещей давай вопрос звучит так кто является главным врагом муравьев по версии людей которые снимают эту рекламу варианты осы трахающие муравьев камеру сейчас только что было показано что до питализм ворона инвалид или сущий мальчик я бы выбрал ос или мальчика остальные варианты не серьезные вот осы или мальчик звучит очень правдоподобно сделали выбор а теперь правильный ответ да именно этот пост в зеленой футболке и представляет главную угрозу для муравейника он нередко появляется в рекламе и всегда пытается как-то напакостить и поднасрать трудяга мороз он обосит муравья то целый муравейник то по приколу раздавит жопу одного из муравьев то закинет им огрызок или гигантского жука лобой начал атаковать всех подряд в общем вы поняли паренек реально гандон так нам нужно как-то завлечь игроков в наш мобильный выпук джон какие идеи и пук сиськи джон какие сиськи он равен и а сыгра про муравьев добавьте сиськи больших женщин классика говно говно будет и придешь пожалуйста можно да ладно спасибо и чтобы и теперь идти и пердешь даже нужен пердешь пожалуйста больше полетел это опять одна из тех реклам где какой-то не естественно не какой-то нейросетковый мужик стоит и что-то делает как будто бы играет неизвестной мне причине разработчики горделиво выкидывают в интернет проплаченные рекламные ролики с настоящими человеками причем рекламу они даже не выглядят настоящими эти человек если честно не так себя ведут как будто вы тренировать притворяющийся человеком англиги он можно считать поистине интернациональной она есть на английском немецком это его любимая игра походу даже на тайском языке и это только часть из того что я смог на рысь а представляете сколько реклам на разных языках разработчики еще не выложили оказалось что с муравьями тоже можно делать вирусные ролики вот допустим уже знакомая нам реклама со стрелянием в бочке где вам снова понадобятся ваши тактические навыки ну и напоследок могу показать вам еще кое-что для этой игры были сняты серия довольно качественных роликов которые присутствует нормальная анимация хорошие эффекты и сюжет в какой-то веке без пуков из санины интересно реально мультик и чё все закончится все это конец а дэй ок было это была красивая прикольная реклама ну абсолютно и лишенная какого-либо смысла уж лучше пропердешь надо как это вообще можно подешать рекламы игры какую-то уж не знаю что сподвигло их потратить деньги на такую неэффективную рекламу будем думать что это просто один из энтузиастов в компании решил сделать в какой-то веке рекламу без просто что-то хорошее просто просто помешан он он уже просто он не может он просто сидит я не могу ты не понимаешь это съедает меня изнутри я не могу я мы должны просто сделать это будет и это не обязательно должна это не должно работать не поебать это не должно работать это мне плохо будет доработать или нет это может быть бессмысленно мне на ты не понимаешь он просто должен был сделать что-то хорошее чтобы вот просто не умереть чтобы не просто не съехать и просто катушку шум башка просто не улетела тисик-писик после чего был уволен к чертям и заменён на человека который знает что нужно что такое настоящий пердеж я представляешь после этого типа который сошел с ума его выгнали нахер пригласили нового эксперта специалистов отбирали кандидатов было много он сделал свою первую рекламу все собирается в офисе смотрят рекламу такие или такие и просто все таки да блять да на наш мессия ну и на такой приятной ноте вы с вами переходим геймплею давай не могу высадить выси духа то какая-то походу получаса блять не уже разрывает не еще и ныне и выглядит говен и если честно просто они прям сделай еще все натуральные даже нет эти муравьи даже не выглядит мультяшно мило как-то не выглядят плит как муравьи настоящий разрывает у изнутри от желания закрыть и удалить эту настолько без идейные сосалки денег я еще не видел обычно я наигрываю как минимум час чтобы хоть что-то в игре до увидеть но тут меня хватило только на полчаса это с большими усилиями потому что уже на 15 минуте игра начинает вас просто душить строй это строй то улучшай это смотри туда там тоже построй улучшай вон то а теперь улучши вход и построй казарму а теперь открывай кошелек и дай нам денег ну положи из своего кармашка пожалуйста вы только вдумайтесь за 30 минут игры я построил 20 строений и у мне кажется я кстати говоря не уверен что когда-либо именно в игры донатил потому что я опять же в мобильные игры никогда не играл все игров которые играл они были на на компе но в на компе принципе тоже дохренищие игр в которые нужно донатить но я как-то не играл в игру который нужно дано я всегда были это либо какие-то просто сюжет очки где вообще даже речь об этом нет либо это был всегда какой-то она может начать подписка 5 такой может может быть но вот именно чтоб купить какой-то предмет внутри игры и предмет и или купить себе уровень внутри какой-то игры мне кажется я даже на компе не играл подобные штуки просто не играл подобные не улучшил половину из них слов нет но насколько это дерьмище блять они игра настолько каловая а вообще просто говно были причем некоторые могли улучшаться по полчаса если бы я не применял бесплатные ускорители она так отталкивающе выглядит эта игра если честно я вот на нее смотрю и она даже не выглядит интересно она не выглядит красиво прикольно приятно в конце концов я 20 минут только в игре обзор муравейни основы развития зданий походов повышать уровень чтобы открыть больше сдать улучшить сейчас начальное время фактическое время необходимый материал эффект лучше мать я только 20 минут и дохода и даже еще запах говна не успел почувствовать но меня уже им накормили что запах говна там в первую очередь показывали какие-то сражения в рекламах хотите увидеть как они выглядят в игре то сейчас я вам покажу давай есть несколько вариантов драк вне муравейника нападаем на таракан жесть они нападают и он выпадает сколько всего на экране он даже не помещается просто посмотри экрана не хватает почти у цели давайте давайте мы идем тебя убивать они вы через сколько будете просто время рассчитал ну минут через пять наверное победа я атаковал уровень 2 таракан и пошли обратно таким все мы домой внутри муравейника солдаты готовы действовать покажите тесто погнали и башни это так плохо так мне этот этот еще анимация к это вот это бои вот это боль и стенка на стенку с другими муравьями а звука нет ребят ребятка звук не добавили в игру сука пацаны звука нет алё алё звука нет опять этот там внизу мораль кстати говоря какая-то полосочка морали он на бесполезных менюшек на каждый клик сраты и анимации всратый дизайн всего и вся унылые сражения и постоянный апгрейд любого говна которое вы видите на экране я уже и не помню когда у меня настолько подгорало с тупости происходящего здесь прям видно что никто не старался и всем было глубоко фиолетово на то какой продукт по итогу получится мне даже об игре толком сказать больше нечего вот кстати говоря мне кажется здесь возможно кто-то даже экономику продумывал этой игры то есть типа реально кто-то заморочился судя по всему прям очень очень прям очень заморочился на так что прям хорошенько надушнил но но она блять не стала интересный хороший от этого просто строишь базу и сидишь ждешь как долбоеб смотря на то как 2d муравьи бегают по экрану в других играх меня пытаются как-то развлечь показать сначала веселые моменты из игры а уже потом затянуть в полный анал с дрочью базы но тут самых первых минут тебе уже говорят на каску теперь ты у нас строитель и пила добро пожаловать в колонию ну а чё ты думал муравьем вообще тяжело быть я блин я я вспомнил я разблокировал воспоминания только что короче я на react снимал видос про муравьев про их жизнь это было по моему в конце прошлого года я не знаю его даже не выложил не смонтировал и не выложил где-то там лежит и кстати он он довольно прикольный этот видос про муравьев не знаю если хотите то я попробую его отрытие смонтировать и выложить вам прям видны насколько поэтому видосу тяжела жизнь муравья тяжело судьба в принципе муравья там прям очень хорошо это показано по праву заслуживает коричневую медаль которую я и с гордостью вручаю и объявляю о закрытии сегодняшнего парада смеха и кринжа спасибо вам я конечно же советую вообще никого не скачивать из показанного в роли конечно потому что это будет пустая тропа но есть но поиграть если вам очень хочется поиграть во что-то поиграть его что-нибудь интересное сюжетное сюжетное не у донат на какой-то вот прям сюжетный уж не во все игры играли сто процентов а столько игр на самом деле портировали с компа на телефон что я не знаю ну как будто бы недостатка в нормальных играх там быть не должно с другой стороны опять же у некоторых людей может быть настроение тупо вот во что-нибудь такое поиграть и ну такое наверное можно понять это вашего времени а в некоторых случаях еще и нервов поберегите себя с вами был мардекай и обзорщик в снг супер еще увидим единственный или есть еще обзорчик так лопендры обнаружен скрывающийся в земле блин она такая мерзкая эта игра спасите королеву личинок пошлите солдат атака в атаку бойцы в бой всех я хочу все и указывайте мне сколько короче лживая реклама мобильных мобильных игр от мордыкая ссылочка на оригинал естественно внизу с тебя пальчик комментарии подпишись на канал чтобы ничего не пропускать обязательно в telegram зайди чтобы не пропускать другие штуки которые вне youtube а вот и ссылочка на будете также внизу там реакции на анимешки фильмы сериал мод фирмы все остальное увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь